В прямом эфире программа экстренный вызов о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. Ночью в субботу сотрудники патрульной полиции остановили водителя Мерседеса. Мужчина за рулем не был пристегнут. Подчиняться сражам порядка водитель отказался и поспешил скрыться. Был объявлен план перехват. Остановить водителя полицейским удолжен на пересечении улиц Рыскулова и Байтирекова. На большой скорости автолюбитель не справился с управлением и врезался в забор, разделяющий две полосы движения. Здесь мужчину и задержали. По всей видимости он был пьян, от задержанного исходил запах перегара. Машину отправили на штабстоянку, водителя отвезли в наркологию. Тест показал, что мужчина находился в состоянии среднего алкогольного опьянения. Водителя арестовали на 15 суток. Скорее всего его ждет еще и лишение прав. ДТП произошло 13 декабря после полуночи. Два автомобиля двигались по улице Колдаяково в одном направлении. ВАЗ-21014 ехал впереди. За ним двигалась Тойота. Водитель ВАЗа решил свернуть налево. В этот момент водитель Тойоты решил пойти на обгон. Грубо нарушив правила дорожного движения, пересек сплошную линию и выехал на спичку. В этот момент произошел сильный удар. Водителя ВАЗа забрали на скорой помощи. Машинам нанесен материальный ущерб. Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Капалбатыра, недалеко от парка независимости. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-21014 и BMW X5 модели. Водитель BMW двигался в сторону ЖД вокзала. Водитель ВАЗа в сторону старого автовокзала. Не справившись с управлением, водитель BMW выехал на встречку и произошло лобовое столкновение. Водители не пострадали. ВАЗ-21014 восстановлению не подлежит. В Туркестанской области сотрудники полиции нашли двух пропавших малолетних детей. 11 декабря в Арыский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что двое сыновей 8-5 лет играли на улице и не вернулись домой. Поиском детей полицейские подключились мгновенно. Во все подразделения были разослы на ориентировке с предметами мальчиков. Поиском подключились сотрудники криминальной полиции, волонтеры и солдаты войсковой части. В течение суток пешком они прочесали каждый сантиметр степи, где могли находиться дети. Замерзшими и голодными. Ах, Жигита и Нуржигита нашли спустя сутки. Мальчики находились в 10 километрах от Кошары в заброшенном котловане. Детей накормили, напоили и вернули родителям благо здоровыми. На сегодня это все. Стать савтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидц громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданно резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, откройте фото и видео на WhatsApp номер редакции. 8701-730-5753. Мы на связи 24 часа.